А расскажите, пожалуйста, какой-нибудь яркий боевой эпизод с Вашим участием или Ваших сослуживцев. Да, на фронте много. Многое происходило того, что можно было бы и рассказать как эпизод. Вот один из них. Июль, месяц 1942 года. Оборонительные бои на ростовском направлении. Немцы сосредоточили достаточно много сил с целью захватить Ростов, выйти на Кубань и прорваться к родинской нефти. У них был большой дефицит нефти. Перед... на окраине города наш дивизион занял боевой порядок, вел стрельбу по наступающим немецким войскам. А немецкая авиация всё время стремилась лишить нас переправ через Дон. И на переправы через Дон, и на город Суферта через мощные авиационные удары. Вот одно такое направление было как раз против батареи, о которой я хочу рассказать. Наводчик и командир орудия, командир орудия, Вишняков его фамилия, заметил, что немцы свои налёты осуществляют в определённом направлении. Одна волна за другой. Он рассчитал на глаз примерное расстояние туда, поставил на дистанционной гранате, на взрывателе дистанционной гранаты, поставил установку на это время. И во время очередного налёта авиации произвёл выстрел. Можете себе представить, разрыв произошёл чуть ли не в гуще этих летящих немецких бомбардировщиков. Один из них задымил и упал на землю сбитым. Потом нам стало известно, что этот командир орудий Вишняков был награждён орденом Ленина за эту операцию, за эту смекалку свою.